В парах поговорите про вашего питомца или питомца, которого вы бы хотели иметь. Пример. Have you got a pet? У тебя есть питомец? Yes, I have. Да. Или же No, I haven't, but I'd like to have one. Нет, но я бы хотел иметь питомца. What is its name? Какое его имя? Банни. Или же What will be its name? Какое будет его имя? И в ответе Банни. What is it like? А какой он? И затем ответ it. Или же если вы там знаете, это мальчик, девочка, можно he, she. Если как бы не так важен пол, то есть любое главное, чтобы животное было, то можно it просто использовать. It is small, cute and funny. Оно маленькое, забавное, cute, милое и забавное. Или же все то же самое, но, видите, можно с вопросом в будущем времени, то есть а какое оно будет, это твое животное, это твой питомец, каким будет. И отвечаем It или там he, she will be. То есть она или он или оно там будет маленькое, милое, забавное. What makes it a good pet? А что делает его хорошим питомцем? И ответ, что It is fun to play with. С ним весело играть. То есть это для примера. Но давайте представим, что питомец у вас есть, так, я думаю, легче будет. Даже если нет, я говорю, тут легче написать, что он у вас есть. Там придумать ему кличку и что это такое не так сложно, потому что иначе просто тут можно с этим будущим временем запутаться. Итак, первый вопрос, то есть представим, что нам нужно составить диалог. И первый вопрос. Have you got a pet? У тебя есть домашний питомец? В ответе лучше писать Yes, I have. Да, есть. Это, я не знаю, может быть, вы будете разыгрывать, может быть, заучивать диалог. То есть следите, чтобы перевод вам был ясен. What is its name? Как его зовут? Но перед этим давайте мы вот здесь еще уточним, что же это за питомец. Have you got a pet? Yes, I have. It is a dog. Ну, например, это собака. What is its name? А как зовут собаку? What is its name? В ответе. Ну, вот здесь, так как это ваш питомец, ну, вы-то его кличку знаете, то есть это будет или девочка, или мальчик, поэтому вот дальше вы будете уже использовать все-таки he или she. То есть про своих питомцев обычно пишут, используя эти местоимения. Он, она. Ну, допустим, зовут, давайте, Rex, собака Rex. Затем, what is it like? Ну, так как уже у нас все поняли, что это мальчик Rex, поэтому здесь можно уже говорить what is he like? А какой он? Rex твой имеется в виду. А мы отвечаем he is, ну, давайте, Rex, допустим, там немецкая овчарка. He is big. Что у нас там? Strong, сильный. And, какой он еще? And kind и добрый. Он большой, сильный и добрый. То есть еще раз считается именно kind. И затем спрашиваем, what makes him a good pet? То есть, а что делает его хорошим питомцем? What makes him, потому что мы уже поняли, Rex, мальчик. Так, a good pet. И в ответе, что же, из-за чего же мы считаем его хорошим питомцем? Ну, например, можно сказать, что мы любим гулять и играть вместе. We like to walk. Это гулять. And play together. Мы любим гулять и играть вместе. Это как вариант про собаку. Ну, потому что у многих, в принципе, собаки есть. Или же можете кошку поставить. Тогда вот, в принципе, тоже маленькая, миленькая, забавная. Можно эти же прилагательные оставить. А что вы любите делать? Ну, вот что с кошкой можно делать тут? Ну, может быть, play together, как-то играть с ним, может быть, вместе вы любите. То есть, можно тогда это тоже оставить. Вот. 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 Продолжение следует...